Боль в животе. Исцеление Духом Святым. Свидетельство Виктора. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Свидетельство, как Бог исцелил боль в животе через свое слово. Не через Библию, а через откровение, дар Духа Святого, слово знание. Все это свидетельство рассказал брат во Христе Виктор. Он неоднократно рассказывает истории своей жизни с Богом. Ему сейчас 52 года. Это произошло 5 лет назад, весной 2019 года. Свидетельство, как Дух Святой через свое откровение, дар Духа Святого, слово знание, дал исцеление боли в животе. Посмотрите это мощное свидетельство о том, как Бог исцелил боль в животе через откровение, дар слово знание, святым Духом. Брат во Христе Виктор делится этим свидетельством исцеления и освобождения, которое вдохновит и ободрит вас. Подпишитесь, чтобы получать больше историй об исцелении и духовном росте. Он в то время работал в интернете за компьютером и долгое время сидел за столом, работал. И весной 2019 года вдруг резко начались боли внизу, внутри живота. Некоторое время он думал, что все пройдет. Перебивался обезболивающими таблетками. Но проходило время, ничего не менялось. Он пошел в поликлинику. Вы знаете, как мужчины ходят к врачам, если сильно прижмет. Там сдал анализы. Сказали, что все нормально. Только, может быть, камень выходит из почек. Выписали курс таблеток на разбивание камней. Он прошел курс. Немного полегчало. Но боли остались. Он не знал, что делать. Но тут он вспомнил, что он верующий человек. И в молитве пришел к Богу и попросил помощи в этой ситуации. Он молился не об исцелении, а о решении этой проблемы. Свидетельство брата Виктора. Божья исцеляющая сила при боли в животе. Тут, работая, вдруг его мысли начали анализировать, что он делал. Что происходило в его жизни до болезни и сейчас. И выделилась мысль, что... Когда он работал за компьютером и сидел на своем рабочем месте. У него стул, кресло рабочее, уже старое. И он захотел обновить. Купить более удобное, новое. Попросту говоря, что и сделал. Старое убрал и начал работать за новым. И через пару месяцев начались эти боли. Он отодвинул новое кресло и сел в старое. И через несколько дней боли прошли. Оказывается, это он понял через время, что это кресло не подходит для длительного пребывания в работе, за компьютером. Когда долго на нем сидишь, идет сильное напряжение в паховую область. И это вызвало боли мышц внизу живота. Он опять пересел на старое, уже с годами удобное, протертое кресло и боли не возвращаются. Благодарит Бога за исцеление, что это не перешло в большие проблемы. Бог остановил и подсказал, как убрать эту болезнь. Аминь. Боль в животе и более детальные моменты. Посмотрим более детально на святительство Виктора, на отдельные моменты. Во-первых, он обратился к Богу не в молитве исцеления, а просил разобраться в этой ситуации. Во-вторых, это происходило дома, не в церкви. В-третьих, он получил освобождение через изменение ситуации, кресла. Дар Духа Святого. Слово знания. Посмотрим в Библии, где говорится об исцелении через то, что нужно убрать кресло. Нигде. Мы говорим и смотрим руку Бога, благодать, через расположение к нам сердец, окружающих нас людей. То тут тоже это не было. Виктор находился сам, на сам с Богом. Да, он обращался к врачам, но помощи не пришло. Врачи не знали о проблеме кресла, причине. Этот случай, это явная рука и голос Духа Святого, который проявился в его даре Слово Знания. Виктор, попросту сказать, получил освобождение через информацию от Духа Святого. Исцеление слепорожденного. Посмотрим, например, этого случая в Новом Завете. Откроем Евангелие от Иоанна, 9 главу, стих с 1 по 7. Чудо исцеления слепорожденного. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Равви, кто согрешил, он или родители его? Что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам». Что значит посланный? Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 7. Когда Господь помазал брением глаза, сразу зрение не вернулось. Во-первых, зрение не вернулось сразу. Во-вторых, нужно еще и действие человека. А вы представьте, слепому от рождения еще нужно было пойти в купальню, бассейн Силаам и умыться. Нужно было и ему что-то сделать. Исцеление после действия. В свидетельстве Виктора он получил исцеление, освобождение, после слов «заменить кресло». Только после этого пришло исцеление, которое даже врачи не могли помочь. За этим стоит Господь через Духа Святого. Исцеление Иисуса Христа Духом Святым. Почему это важно? Это показывает, что даже сейчас, в наше время, Иисус Христос исцеляет. Но сейчас это делается также и через Духа Святого, который сейчас на земле. Исцеление может прийти не только через классический метод, молитва или возложение рук. Господь, сегодня, может исцелять не только через Библию и Слово, но и через личное откровение Духа Святого. Здесь Дух Святой объяснил, показал, где именно проблема. Такую ситуацию может знать только самый близкий из окружающих. Про новое кресло кто мог знать? Только домашнее и, конечно, Дух Святой, который сегодня пребывает с верующими. Друзья, кому может прийти на ум, что болезнь может прийти через рабочее кресло? Когда Господь помазал глаза слепорожденному, кто мог подумать, что через помазание может прийти исцеление? Человеческий разум этого не может. Ум человека действует только на основе ранее изложенных, пережитых фактов. Поэтому Виктор и пошел к врачу. Это обычное человеческое мышление, классика. Но исцеление через замену кресла. Дар Словознания. Это один из даров Духа Святого, Словознания. Этот дар действует на то, что в окружении человека. Как и здесь. Откуда это откровение о кресле? Кто бы мог подумать? И это знание пришло не через пережитую ситуацию ранее, а именно для этой ситуации. Абсолютно новое. Ранее не пережитое Виктором. А это откровение, знание сущности вещей, которое доступно только Богу. И это откровение, откровение напрямую проявление дара Слова Знания. Пойди, умойся в купальне Силаан. Здесь также важно и действие Виктора. Как и в случае слепорожденного, причем здесь помазание к купальне Силаан и зрение. Логики и взаимосвязи никакой. Но он должен был пойти и умыться. Просто поступить так, как сказал Господь. Помните случай с пророком Елисеем, когда к нему пришел больной проказа Нейман? Ему нужно было тоже пойти и окунуться в реку. Смирение, послушание и действие. Кстати говоря, как и в свидетельстве Виктора, послушание и действие. Заменить кресло. Если бы он в то время кому-нибудь это рассказал, то в ответ просто бы улыбнулись и сказали, наверное. Но Виктор в простоте, послушание заменил кресло и получил исцеление. Братья, сестры, сегодня Бог также исцеляет через слова, сказанные через Духа Святого. Вместе с тем, есть много болезней, неприятностей, у которых корень не здоровья, а то, что человек делает. Может просто пойти и окунуться в купальне Силаан или семь раз окунуться в реке. А может просто заменить рабочее кресло. А что в вашей жизни нужно изменить, сделать, чтобы получить исцеление, освобождение? Спросите у Бога, Духа Святого. Он поможет. И ваше исцеление ждет вас. Иисус Христос все такой же, как и во времена Нового Завета, готов исцелять, освобождать. Аминь. Боль в животе, если возник вопрос. Если у вас возник вопрос, и мы не можем получить ответ, значит, всего лишь нужно рассмотреть более детально, что мы и делаем на страницах этого блога. И это касается и этой темы исцелений. Задайте вопрос Богу, к чему у меня может быть проблема? Стоит отметить, мы много говорим и будем слушать свидетельства о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, как исцелял Иисус Христос. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.